В этом коротком обзоре я хочу рассказать о подсветке автофокуса с новой вспышкой Canon 600TX. Когда мы снимаем в условиях с недостаточной освещенностью или же на каких-то малоконтрастных объектах типа голой стены без ничего, мы сейчас установили камеру около обычной серой стены и хотим показать, как работает подсветка автофокуса в этой вспышке. Подсветка автофокуса напрямую зависит от точки фокусировки, которая в данный момент установлена в фотоаппарате. Форма подсветки автофокуса интеллектуально меняется в зависимости от данной точки. Например, сейчас установлена центральная точка фокусировки в камере и при нажатии кнопки пуска, при полу нажатии кнопки пуска, появляется такая вертикальная линия, то есть автофокусировка подсвечивается вертикальной линией. Причем, если я буду менять эту точку вверх и вниз, брать верхний или нижний, то так и останется. То есть подсветка автофокуса так и будет вертикальной линией. Если же я смещу точку фокусировки от вертикали, то форма подсветки автофокуса в вспышке Canon 600 меняется. Обратите внимание, она старается охватить всю зону, в которой находятся точки фокусировки в данной камере. Сейчас камера 7D, вспышка установлена на камеру 7D. И где бы я в бок не смещал, остается у нас широкая подсветка автофокуса. По заявлению производителя, автофокус действует в центральных точках от 0,6 до 10 метров, и с боковыми точками эффективная дальность действия от 0,6 до 6 метров. Если я переключаю на множественные точки фокусировки, то тут тоже форма подсветки может меняться. Выставляя центральные точки фокусировки, как видите, появляется такой крест. Вернемся к множественному выбору. И вот сейчас смещу в бок. Теперь уже не крест, а теперь опять же вот такой прямоугольник с разными линиями. Возвращаясь обратно к центральным точкам, опять появляется такой своеобразный крест. Вверх, верхние точки тоже, типа креста. Нижние тоже. И боковые точки. Опять же появляются прямоугольные линии, такой рисунок. Если включить произвольный автоматический выбор точки фокусировки в фотоаппарате, то форма подсветки автофокуса опять же становится вот такой крестообразной и с довольно ярким центром. В данном фотоаппарате 7D как раз этот крест и повторяет вот эту зону выбора точек фокусировки. Автофокус цепляется очень хорошо, даже вот на такой абсолютно монохромной поверхности. Ну, сейчас сделаю кадр. Автофокус зацепился, кадр. И, как видите, вспышка сработала вполне корректно. Ну и маленький пример. Зачем же нужна эта подсветка автофокуса? Смотрите, повторюсь, стена абсолютно серая, монохромная, в принципе, камере цепляться не за что. Еще довольно темно в данном месте, мы как раз притемнили для того, чтобы было довольно темно. Если я нажимаю, делаю полунажатие вместе с включенной вспышкой, появляется вот эта помощь и фокус, как слышите, цепляется. И производится фокусировка. Вот сейчас, послушайте. И после того, как я делаю кадр, вспышка поможет сделать резкий кадр. Вот возьму, например, руку. Просто наведусь на руку. Вспышка навелась, камера навелась. Кадр. Как видите, рука абсолютно резкая. Если же я попытаюсь сделать такой же кадр в этом же месте без помощи в подсветке, на голой стену вообще камера не наведется. Вот смотрите. Нету подтверждения фокусировки, потому что камере просто не за что зацепиться. Давайте попробуем с рукой сделать точно такой же кадр. Ну, в семерке автофокус очень неплохой, поэтому здесь ему, в принципе, хватает места для того, чтобы навестись. Ну, шевеленка будет из-за моей руки, потому что выдержка получилась довольно длинная. А в более темном месте, у нее даже семерка, даже автофокус семерка, не сможет справиться с наводкой на фокус без дополнительной подсветки. Чем нам и помогает. Вспышка Canon 600. И напоследок один маленький хинт. Одна маленькая особенность вспышки 600. Как мы можем ее использовать только в качестве помощника для автофокусировки без самой вспышки? Смотрите, если войти в режим мастер вспышки по радиоканалу, переключиться в меню 2, здесь есть включение и выключение ведущей вспышки, чтобы она работала только как запускатель и система управлениями другими вспышками. Вот я сейчас отключил. То есть сама вспышка работать не будет. Но при полунажатии и наводке на фокус, как видите, точка фокусировки подсвечивается. И если я нажму после этого на кнопку пуск, вспышка срабатывать не будет. Просто вспышка будет пытаться управлять вот в данном месте несуществующими ведомыми вспышками. Но нам-то это не особо нужно. Вот смотрите. То есть подсветка фокусировки работает без срабатывания самой вспышки. На сегодня все. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok